МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши рекомендации в данном случае нужно обратиться конкретно в управляющую компанию, получить официальное разъяснение о том, на основании чего у них такая стоимость. И, значит, после получения уже информации прийти к нам, и мы все посмотрим, предложим на лучшие квитанции, для того, чтобы дать четкий, ясный ответ в соответствии с законодательством. Запишите адрес управления ЖКХ Перм, улица Ленина, 34, прием граждан ежедневно с 9 до 8. Часов в пятницу с 9 до 17 часов. От Петра Андреевича вопрос. Я работающий пенсионер, ежегодно пенсионный фонд должен индексировать мне пенсию, но с индексацией происходят задержки. Хотелось бы знать, чем это вызвано. Петр Андреевич, по закону автоматическая индексация размера пенсии каждому работающему пенсионеру происходит ежегодно 1 августа. Сроки могут быть изменены только по вашему заявлению. Но гражданин от корректировки пенсии с 1 августа может отказаться. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. И в этом случае он приобретает право на перерасчет пенсии, которое делается через 12 месяцев после предыдущей корректировки или предыдущего перерасчета пенсии, либо после назначения пенсии. От Юлии еще один вопрос. Сегодня мне пришло уведомление из налоговой об уплате транспортного налога. Вместо 12 месяцев налог рассчитан на 13. Как такое возможно? Юлия в налоговой утверждает, что, скорее всего, никакой ошибки здесь нет. Послушайте, в чем может быть дело. Это может быть только в одном случае. Вы продали машину, скажем, в 12 месяце. И в 12 месяце же купили новую машину. В результате вам расчет произведен по старой машине за 12 месяцев. И неполный месяц считается как полный. И по новой машине за один месяц, неполный месяц считается как полный. Скажем, 30-го числа месяца купили, всего один день на регистрации, но месяц считается полным. Так прописано в законодательстве. Есть вопросы? Пишите. Всегда рады помочь. Координаты рубрики сейчас на экране. А пока удачного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова